привет с вами снова домашняя кулинария и у нас снова очень вкусная интересная выпечка она состоит из обыкновенного дрожжевого теста это молоко масло яйца и мука а также начинка где я использую ту же самую начинку что использую у нас слоеных хачапури это сыр творог сюда мы также добавим одно яйцо я рецепт напишу в описании сколько чего мы использовали а для начала мы сейчас приготовим дрожжевое тесто который вот у нас дрожжи мы добавим в молоко мы здесь взяли 200 грамм молока также напишу сколько сюда уйдет муки у всех будет по-разному вот я молоко добавил два яйца добавила дрожжи добавлю соли а также сюда уйдет немножко масла я положу ложками и скажу вот приблизительно нам надо 50 граммов ну я добавлю 3 столовые ложки остальное масло нам пригодится я потом отмечу для чего и все масло мука это одно яйцо у нас остается для начинки мы его отложим и сюда будем добавлять муку я сейчас добавляю муку руками я замешиваю дрожжевое тесто и дальше покажу что я буду делать я продолжила вымешивать наше тесто на столе чтобы получилось вот такой вот мягкое приятное тесто мы его отложим подойдет а к этому времени будем готовить начинку для этого мы возьмем нашу миску сюда надо будет разбить одно яйцо яйцо хорошенько взбиваем добавляем сюда сыр и творог наша начинка готова мы подождем пока подойдет наше тесто я покажу какой пирог мы с вами будем формировать так все смешиваем я сейчас хорошенько все это смешаем приготовлю и покажу что мы будем делать дальше эти наше тесто вот здесь у нас масло который мы оставили для смазки вот наша начинка ну а теперь наше тесто вот я сейчас с капелькой масло буду делить на на части и потом одну из наших частей буду вытягивать сейчас я смажу мою стол масло буду показывать как я это делаю делим на части одну часть я сделаю чуть чуть побольше а остальные будут поменьше на 6 частей одна из них большая остальные чуть поменьше оставлю буквально на 10 минут после чего я покажу что я с этим буду делать прошли наши 10 минут я убираю пока начинку масло нам пригодится и покажу что я буду делать ну как мы на нашем канале мы много готовили таких блюд где приходилось вытягивать тесто вот чуть-чуть на столешницу я добавляю растительное масло и начинаю вытягивать вот так она будет у меня вытягиваться буквально очень долго и тонко вот я растянула чуть-чуть смазываю маслом я буду работать руками так и беру еще один один из наших шариков и вот так долго я вытягивать его не буду вот просто серединке и помещаю сюда нашу начинку начинка я еще раз повторюсь может быть произвольно она может быть как из мяса она может быть из грибов фаш может быть куриный мясной вот так вот я распространяю начинку получается очень интересный оригинальный пирог надеюсь вам понравится вот так вот потом беру второй и сверху вот так вот и вот так я сделаю и опять начинку просто что не распределяю ее равномерно и беру третье и вот так вот его и точно то уже аналогично я буду поступать со всеми своими шариками снова сюда начинку распределяю равномерно и снова покрой его тесто вот так я покрываю уже последним слоем если у вас сыр жирные слои будут очень хорошо выражены и вот последняя моя начинка ну вот и начинка закончилась вот так вот я буду распределять ну а теперь первый мой корж можно его вытянуть еще если вы считаете что он маловат вот так разделю его ну приблизительно на 6 частей вот так вот вот делю его на 6 частей каждой частью вот так буду закрывать мой кож а теперь вот так через один закрываю таким образом вот так я его закрыла теперь можно его увеличить размере и перенести на противень но желательно чтобы в таком виде еще остался минут десять вот так вот я перенесла на противень чуть-чуть увеличиваю в размере если у вас противень большая она будет увеличиваться долго тесто шикарная и теперь мы можем его смазать яйцом взбиваем одно яйцо или можно просто желток разбавляем его двумя столовыми ложкой воды и смазываем будет румяная корочка будет очень красиво она очень вкусно если у вас начинка мясная это будет мясной пирог если у вас начинка такая как у меня сегодня сыр с ворогом это будет а-ля хачапури может быть грибной пирог вот на ваше усмотрение ну вот в таком виде я сейчас отправляю духовку на 35 минут после чего я покажу что у меня получилось и обязательно покажу как он выглядит на среде шикарный пирог у нас сегодня с вами получился я надеюсь вам понравился мой рецепт и вы будете его печь обязательно покажу как он выглядит на срезе ставьте лайки и пишите комментарии подписывайтесь на мой канал с вами всегда ваш домашняя кулинария пока